приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о народных приметах на 12 июня поговорим о том что сегодня за народный праздник что ни в коем случае нельзя делать в этот день так считали наши предки на какие народные традиции и суеверия обязательно стоит обратить внимание чтобы не привлечь беды неприятностей и проблемы в свою жизнь друзья все далее более подробно в этом видео и так сегодня 12 июня православная церковь почитает память преподобного святого игумена исаакия обитателя далматской и исповедника когда святой исааки принял обряд в знак принадлежности к церкви тут же отправился в пустыне где и поселился во времена гонения христиан преподобный добрался до константинополя когда игумен достиг своей цели он отправился к императору дабы попросить открыть все храмы для нуждающихся в этом людей но следом получил отказ и был сброшен в глубокий и темный овраг тем временем исаакий предрек императору смерть что и случилось спустя недолгое время спустя время в константинополе была построена обитель где святой исаак и стал игуменом великим настоятелем и духовным наставником такой чудесный день люди называли днем исаакия исаки змеиные исаки бобовый или змеиный праздник наши предки это день считали как правило змеиным согласно традиции 12 июня все змеи ходят по лесам станицами и убивать их очень опасно для жизни каждый кому встретилась на пути змея должны были убежать так как они были готовы жестоко мстить за уничтожение братьев и сестер сегодня от укуса змеи редко мог помочь даже знахарь и колдун но для того чтобы спасти от змеиных укусов стандартно собирали и применяли такие травы как владимирцы или свежий корень конского щавеля и прикладывали крайне а растение помимо того что обезболивала еще и помогала вытянуть весь змеиный яд второе название было посвящено в честь того что в день исаки принято было сажать бабы бабы заранее специально вымачивались в азимой воде это делали для того чтобы успокоить на несколько дней всходы бабовых а после сажали но обязательно произнося заклинания а звучало на следующим образом уродить бабы и крупный и великие на все доли на старых и на малых на весь мир крещённый такие слова должны были промолвить старцы для того чтобы их урожай был самым плодоносным периодически в этот день замечали и заморозки на почве начинал цвести красавица липа жасмин шипом нить и потихоньку начинал пробиваться ранее картофель мелколистная липа зацветала раньше крупнолистный имела приятный медовый шлейф и стояла стойка само дерево цветет примерно до 400 лет земляника уже потихоньку начинала баловать людей своими первыми плодами хорошие хозяйки отмечали этот день как последний день полив лука и облепихи начинали подкармливать огурцы и морковь капусту разными настойками а плодородные деревья и кустарники обрабатывали и делали уколы сегодня смотрели и на звездчатки род семейства гвоздик если на утро 12 июня они не раскрылись и белые цветочки были закрыты то наши предки знали что в обед обязательно должен пойти дождь если тучи в этот день были насыщены черные казалось что дождь уже не обратим в этот день то цветущие раскрытые белые цветы звездчатки могли сказать с большей точностью что дождя не будет и не стоит его бояться несчастье могли предречь поникшие вялые цветы картофеля которые будто тянулись к земле и были бессил она урожайный год сулила живо цветущая акация крик сов в этот день означал похолодание в то время как гул который издавали шмели был к обильному дождю если утром не было росы на траве то дождь сегодня напросятся к непогоде были низкие полеты птиц они как будто бы боялись что сверху им вот-вот достанется от туч со змеями связано в этот день почти все большинство традиций и одновременно страхов этого дня змеи в этот день очень пугали людей заставляли избегать их но в то же время их уважали и понимали что эти рептилии занимает очень важную роль в их жизни люди уже тогда для себя поняли что змеи могут лечить различные болезни например люди добывали из них сало которое служило основой для мази от различных воспалений и нагноений шкура змей также помогала затягиваться ранам и часто использовали в те времена для лечения сегодняшний день предки проводили часто дома или там где было точно можно было заметить змею и успеть от нее уйти 12 июня отлично располагали тому чтобы уделить время себе и своему дому или квартире также сегодня благоприятный день и к различным покупкам и ремонту так что не отказывайте себе в удовольствии и реализуйте свои желания и мечты сегодня привыкли советоваться с близкими людьми рассказывали о своих беспокойствах проблемах и вопросах которые их тревожили возможно даже обратиться за помощью сегодня дизайнер чтобы он мог решить ваши споры подсказал и реализовал все ваши самые безумные и креативные идеи вашу жизнь нельзя сегодня смотреть долго на солнце говорили что согласно народных примет у вас может сильно сесть за зрение об уборке и тяжелой работе в огороде можно было и вовсе забыть в противном случае ничего из списка дел просто не получится в этот день реализовать а посеянные семена и вовсе не взойдут также старайтесь в этот день и употреблять жирную жареную пищу старайтесь обойтись салатами с сырами йогуртами и различными кашами забудьте о 40 плохом настроении плохих словах и о негативе в целом сегодня это было под запретом и лучше такое плохое настроение нужно было оставлять дома и не показывать его а чужого негатива обязательно убегайте тратить понимать и воспринимать люди такими какими они есть злые или негативные люди это в основном те чей негативный настрой плохо на вас может сказываться не бойтесь такими людьми дружить но и не стоит опираться на их настроение и влиять на вас поэтому советуем принимать людей такими какими они есть а именинники сегодня друзья исаки в этот день по народным приметам запрещено было убивать змеи или как-то по-другому вредить им наши предки были уверены что присмыкающиеся начнут амстите и могут покусать не только обидчика но и его родственников а вот чтобы найти змеиную кожу это считалось в этот день достаточно хорошей народной приметой ее надо было обязательно положить под входную дверь чтобы в доме всегда царили взаимопонимание и любовь также в этот день нельзя увиливать от ответа тем более врать считается что тогда в жизни наступит полоса предательств и неудач также 12 июня лучше не покупать посуду иначе вскоре вскоре на ней появятся мелкие сколы которые привлекут в жизнь финансовые проблемы если вы уже наметили эту покупку на пятницу то сразу после оплаты положите в новую посуду монетку тогда народная примета будет нейтрализована мужчинам не рекомендуют дарить своим дамам сегодня шкатулки иначе у последних появится секреты от своих избранников возможно тайны будут настолько серьезными что даже приведут к расставанию если в этот день найти деньги их ни в коем случае нельзя было поднимать иначе можно привлечь свою жизнь всевозможные неприятности если находка каким-то образом оказалось у вас в руках и обязательно надо потратить на какое-то благое дело друзья это были народные приметы на 12 июня ну а далее у нас с вами лунный календарь на 12 июня по лунному календарю друзья на сегодня с вами ждет 12 и 13 лунные сутки растущая луна в знаке зодиака скорпион знаете сегодня наступил тихий спокойный день день победы мудрости над чувствами и умом это день и успокоение и величие духа день уединения покоя любви ко всему окружающему молитва этого дня вероятнее всего бывают услышаны в этот день не будет энергетических всплесков вспышек негатива и проявлений темных сил однако и буйство фантазии агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места это абсолютно гармоничный день во всех отношениях которые приносят в душе умиротворения также обращаем ваше внимание что дух над телом м а материальное над духовным это девиз этих суток которые призывают каждого человека обратить внимание свой взор взор внутри себя проанализировать свою жизнь свои стремления и возможности сделать соответствующие выводы именно в такие моменты размышлений придет человеку озарение божественной истинные откровения может прийти даже тем кто считал себя глухим по отношению космической энергии она найдет сегодня любого кто позаботится о своем духовном самосовершенствование если кто-то будет пренебрегать этим советом будут продолжать думать и заботиться только в материальном благополучии позабыв о своей душе то в самом скором времени все его чистолюбивые планы просто рухнут ведь истощенная измученная душа не сможет поддержать даже самое сильное тело в трудные минуты сегодня постарайтесь не допускать спешки торопливости и суеты потому что это скорее всего только вам навредит пусть все идет так как идет до поры до времени ни в коем случае не вмешивайтесь в сейчас вход событий что же касательно стрижки волос то подстригая волосы сегодня вы рискуете нарушить порядок жизни что может повлечь за собой изменения судьбы не в лучшую сторону если вы посетите парикмахер и пострижетесь в этот день то рискуете не только испортить стрижку но и получить травму ближайший месяц несмотря на все вышесказанное этот день все таки хорошо подход для посещения салона красоты кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят вашим волосам что поможет им выглядеть хорошо исключение составит лишь те чьи волосы от природы сухие и тонкие оздоровительные процедуры это отличный выбор для сегодняшнего дня волосы получат нужные витамины и жизненные силы что будут способствовать их улучшению окраска натуральными красителями привлечет деньги также придумайте себе что-нибудь оригинальное сегодня на голове такая прическа решит проблемы в делах и в любви сегодня очень важно 12 июня не жаловаться не плакать не жалеть себя потому что есть вероятность застрять в этом состоянии надолго плохой знак это разбитая пара с посуда или пролитая жидкость потому что считается что это знак страдания и одиночество примите сегодня и проживите это состояние и тогда она обязательно пройдет вот такой друзья у нас с вами был будет день 12 июня по народному календарю и по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал джек на ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимать на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много полезной важной и интересной для вас информации